Один из залов там называется «Места раскопок». И мы хотим научить вас понимать, как ученые толкуют доказательства в связи с прошлым. Поэтому позвольте показать вам короткое видео. Оно помогает людям понимать это. В детстве я восхищался динозаврами. Я смотрел фильмы, коллекционировал модели, читал о них. Динозавры были большими, они внушали к себе страх и почтение. В школе нас учили, что когда-то динозавры правили миром, но миллионы лет назад они исчезли с лица Земли. Все, чему я верил в отношении возраста Земли, цикла в жизни и смерти, эволюции человека, начиналось с динозавров. А затем я узнал, что Библия излагает совершенно другую историю. Ким и я, коллеги-палеонтологи. Мы дружим еще со студенческих лет. Сегодня мы изучаем одни и те же окаменелости, используем одни и те же методы, но это не значит, что мы соглашаемся во всем. Мы толкуем наши находки по-разному. Окаменелости не имеют ярлыков с описанием их возраста, места проживания, режима питания или даже их смерти. Мы должны узнать это по имеющимся доказательствам, но этих доказательств всегда мало, и наши исходные позиции обычно ведут нас к разным выводам. Вот как я это вижу. Я думаю, этот динозавр умер больше ста миллионов лет назад и высох от долгого пребывания на Солнце. Позже, я думаю, вследствие местного потопа, он был накрыт речными миноносами и лежал здесь, пока мы его не откопали. Где Ким видит миллионы лет, я вижу другие данные. Я верю, что это животное умерло во время потопа, но он не был местным. Это был огромный потоп, покрывший всю землю, но и в потоп, когда Бог судил мир. Песчаные наносы, покрывшие весь континент, накрыли внезапно и труп, прежде чем он разложился и был съеден. Поскольку, согласно Библии, потоп был около 4300 лет назад, я считаю, что столько лет и этой окаменелости. Мы приходим к разным выводам по причине разных исходных позиций. Я, в отличие от коллеги, начинаю с Библии. У всех нас одни и те же факты. Просто имея разные исходные позиции, мы их толкуем по-разному. Все сводится к различным исходным понятиям, что и ведет к различному толкованию. И люди говорят мне, подождите, подождите, разве наука не показывает, что Библия ошибается? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!